Центральная Азия Если не приглашаешь к себе, не будут приглашать и тебя. Древняя китайская поговорка. В Поднебесной эту мудрость чтут свято. И вот в Сиане делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с президентами во главе. Для удобства в Сианском международном аэропорту увеличили количество рейсов из стран Центральной Азии. Запустили прямое авиасообщение с Ашхабадом и Душанбе. Первым прилетел президент Казахстана. Встречают его древним национальным танцем Янгэ. Для Касымжо Марта Тукаева визит совпал с юбилеем. В среду ему исполнилось 70. Так что первым его лично поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Причем без переводчика. Тукаев прекрасно владеет китайским. Еще накануне саммита растрогал журналистов особенным признанием. Я ходил на курсы в Университете культуры и китайского языка. Так я познакомился с вашей культурой, с вашим языком. Мне очень понравился китайский народ и его традиция. Китай наш всепогодный друг. Да и погода для проведения встреч на высшем уровне порадовала. Плюс 27. Легкая облачность без осадков. У китайцев есть поговорка. Если не был в Сиане, значит не был в Китае. Работу саммита освещают более 300 иностранных журналистов. Здесь же в пресс-центре есть особая зона, где можно ближе познакомиться с китайской культурой. Сувениры в национальном стиле и мастер-классы от местных художников. Техники этого рисования много веков. Но ее идея прекрасно сочетается с современностью. Семья, единство, мир. Вот что самое главное. Круглый веер из тончайших бамбуковых пластинок и шерстяной ткани. Обязательный атрибут дамы знатного происхождения. По вееру судили о достатке, а по изображению – о роде занятий владельца. Не знаю, похоже или нет, но самое главное, что это ручная работа и сделана с душой. Здесь написано, что добро пожаловать в Сиань. Сиань или Чаньань с древнекитайского – вечное спокойствие или долгий мир. 13 китайских династий отсюда управляли огромной страной. Здесь есть знаменитое восьмое чудо света – терракотовая армия. Ее еще называют «бессмертные воины Китая». 8 тысяч глиняных скульптур в полный рост. В доспехах, с оружием ни одно лицо не повторяется. В III веке до н.э. их захоронили вместе с первым правителем и императором Китая Циньем Шихуандии. Сиань – один из самых древних городов, расположенных на территории Поднебесной. Ему больше трех тысяч лет, из которых 1200 он был столицей Китая. И именно отсюда начинался Великий Шелковый Путь. Здесь же он и продолжается, но в обновленном виде. Концепцию «один пояс, один путь» председатель КНР Си Динпинь предложил миру 10 лет назад. Находясь с визитом в Казахстане. В тот же год из Сианя в Алматы отправился первый грузовой состав. В первый день саммита президент Касым Жумар Тукаев торжественно открыл здесь новый логистический центр. Он соединит регион Шэньси с Центральной Азией. И откроет дорогу китайским товарам в Европу, Турцию и Иран. Уже со следующего года через этот сухой порт повезут автомобили, продукты, текстиль и сырье. За последние 15 лет Казахстан вложил в развитие транспортно-логистической отрасли 35 миллиардов долларов. В прошлом году между странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. С одним только Казахстаном в ходе встреч с китайскими властями и бизнесом подписали около 50 документов на рекордную сумму 22 миллиарда долларов. В целом, лишь за прошлый год объем торговли Китая с пятью странами Центральной Азии вырос на 40 процентов и превысил 70 миллиардов. Стратегическое всеобъемлющее партнерство – девиз саммита. У всех участников большие надежды на строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. КНР готова выделить кредит в 2 миллиарда долларов. Пекин также профинансировал прокладку железной дороги в Ахдад-Яван. Международный транспортный узел соединит Китай, Таджикистан, Афганистан и Иран. Требованием времени считаем автоматизацию и модернизацию таможенного контроля. Выступаем за цифровизацию и упрощение правил и процедур, регулирующие отношения стран международной торговли за создание логистических центров. Озвученные вами предложения и мнения очень важны для нас. Под вашим руководством наши страны создали союз государства развития и безопасности, внесли вклад в создание сообщества единой судьбы человечества. В единой судьбе активно участвует и Узбекистан. По итогам переговоров договоренности о новых промышленных, торговых и инвестиционных проектах более чем на 25 миллиардов долларов. Мы подписали соглашение, меморандумы, достигнутые договоренности о проработке новых проектов. В первую очередь это в сфере возобновляемых источников энергии. Это более 6 гигаватт новых мощностей. Эти проекты направлены не только на развитие Узбекистана, это взаимодействие со всеми странами региона. Туркменистан вносит свою лепту в общее дело. Реальным примером стал газопровод «Туркменистан-Китай». Его развитие предоставляет возможности транзитным странам региона для вывода их энергоносителей на китайский рынок. «Хочешь разбогатеть? Построй сначала дорогу». Эту китайскую поговорку на саммите вспоминал президент Кыргызстана Садыр Джапаров. Вместе уже реализовали проект «Автомагистраль Китай-Кыргызстан-Узбекистан». А еще Китай намерен построить в Кыргызстане солнечную электростанцию мощностью 1 гигаватт и предприятие по сборке грузовых автомобилей. И все это, конечно, на пользу и соседям. «Совместная реализация одного пояса, одного пути Китая и его сопряжение с национальными стратегиями развития наших стран, уверен, дадут мощный экономический эффект». Китай безвозмездно предоставит им более 3,5 миллиардов долларов в качестве финансовой поддержки. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было давно. Следующее лучшее время – сегодня. Это тоже древняя китайская поговорка. По итогам саммита стороны приняли Сианскую декларацию. А в знак расширения сотрудничества главы государств Центральной Азии и Китая посадили дерево дружбы. Вера Исмаилова, Бахтовар Бахрулозуда, Глеб Стерхов, Екатерина Хрусталева, Екатерина Зинурова и Денис Носиевич. Программа «Вместе».